Встреча с Киевом Активную хорюк, куда ты цепляешь? Ох, вот это цех Кинапишков здесь далеко Познавательных знаков йог Ох, и вид здесь хороший Итак, здравствуйте, уважаемые гости Меня зовут Владислав И я рад вас приветствовать в Греции На полуострове Пелопонез Я бы хотел рассказать вам историю Почему ионическая моря получила свое настроение Давным-давно, в пресловутые стародавние времена Когда на земле правили олимпийские боги Вы помните, что верховным из них был бог громадержит Зевс И когда Зевс в очередной раз устал от общества Своих законных супругов Он вновь решает спуститься на нашу землю Дабы снова познакомиться с какой-нибудь девушкой И вот его очередной пассией была девушка по имени Ио Ио была не какой-нибудь там простолюдинкой Ио была дочкой самого финикийского царя И вот однажды, когда Зевс спустился к ней вновь Ио влюбилось в него до потери пульса У них развязались отношения И они каждый вечер начинают проводить вместе За ручку они гуляли по скверам и паркам И вот во время очередной из таких прогулок Зевс увидел, что из-за кустов Выглядывает его законная супруга Гера Поэтому он, не растерявшись, щелкает пальцами И превращает Ио в корову У коровы получилась необычайной красоты У нее была белоснежная шерсть У нее были серебряные рога У нее были золотые копыта И вот когда Гера увидела Зевса с животным Она, естественно, спросила Муженек, а что это ты здесь делаешь? Ну что, Зевс говорит, ну как что? Он корову, говорит, выгуливаю И тогда Гер, который понимал, что это непростое животное Говорит, муженек, а можешь ли ты подарить это животное мне? И вот Зевс, который в тот момент находился под каблаком своей супруги Действительно не может принять иного решения Как отдать животное по-хорошему И вот он отдает Гере свою возлюбленную И вот Гер, которая знала, что это непростое животное Берет ил, забирает ее на луг, который сплошь и рядом был засажен гнилой травой Начинает кормить этой травой Начинает поить ее тухлой водой И чтобы корова не сбежала Она приставляет к ней своего лучшего стражника Своего лучшего охранника Стоглазого пастуха Аргус Аргус был уникален тем, что ни один из его стоглаз не смыкался одновременно Аргус всегда бдил И вот Ио, которая не привыкла к подобному отношению Действительно мучилась и страдала, питаясь гнилой травой И выпивая лишь тухую воду И вот эти страдания Замечает ее Возлюбленный Бог Громадный Зевс Зевс решает спасти свою пассию Поэтому он отправляет к ней На выручку двух своих самых лучших друзей Бога света Аполлона И бога оружейника Гефест И вот Аполлон Начинает играть на кефаре И Аргус так заслушивается его игрой Что все его стоглаз одновременно поворачиваются в сторону Аполлона И вот тогда сзади к нему подкрадывается Гефест Взмахивает своим волшебным топором И все стоглаз разлетаются в разные стороны И вот тогда Ио была свободна Тогда Ио бежал Агер Заметив, что у нее пропала связь с Аргусом Прибывает на это место И видит на поляне только его мертвое тело И сто глаз рассыпанных по округе Тогда она берет веник Берет совок Собирает все сто глаз И помещает на хвост своей любимой птице Теперь эта птица называется как? Павлин Павлин Совершенно верно Действительно, если павлин распушит хвост У него на хвосте будут все эти сто глаз И вот затем Гера решает придумать для Ио новое наказание Она посылает по следу сбежавшей коровы Огромный рой оводов И вот оводы летят за Ио Оводы жалят корову Оводы жалят ее нос Жалят ее бока Залетают ей в уши И лезут в глаза И Ио действительно Она начала мучиться еще больше И вот единственными секундами спасения для Ио Были те моменты Когда она Пересекала вброд какой-нибудь водоем Или какую-нибудь речушку Потому что в воде Они жалить ее не могли И вот тогда Ио решается на шаг Ио решает переплыть море И вот она плывет через безызвестное на тот момент восточное море И вот Ио доплыла примерно до середины Вспомнила, что не умеет плавать И утонула И вот тогда Бог Ромовершит Зевс назвал это море В честь памяти своей воздумленной Он назвал его ионическим жором По бульварам Москвы 3 сентября День прощания День, когда горят Костры били Как костры горят Обещания Этот день я совсем один И я календарь переверну И снова 3 сентября На поплая Свою взгляну И снова 3 сентября Но почему Но почему Расстаться все уже нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Журавли Белый клип Твоя дочь и мой сын Все хотят Теплоты и ласки Мы в любовь Как в игру На холодном ветру Поиграли с тобой Но пришел сам собой 3 сентября День прощанья День, когда горят Костры рябим Как костры горят